Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые находятся вместе с нами в это замечательное утро или день. Мы очень благодарны Господу за вновь возможность быть вместе, участвовать, участвовать всем сердцем, нашими молитвами, нашими песнопениями, участвовать рассуждениям над этими событиями. Вы знаете, кто был в воскресенье, мы рассуждали с вами над очень важной темой, мы рассуждали, для чего Христос пришел в этот мир. Мы взяли в основание четыре основных истины, четыре причины из великих событий, которые Господь совершал на этой земле. Мы рассуждали о том, что Господь пришел прежде всего исполнить волю Отца Своего Небесного. Мы рассуждали о том, что Христос совершил спасение рода человеческого. Христос пришел, третья истина, Он избрать Церковь на этой земле, эту Церковь приготовить, сделать ее святой и непорочной, чтобы она могла обитать в вечности с Ним. И последнее, мы говорили о том, что Христос пришел принести жизнь и жизнь с избытком. Вот в продолжении этой мысли, братья и сестры, я хотел бы сегодня еще один вопрос, чтобы он прозвучал. Этот вопрос будет звучать так. А что Христос сделал для меня лично своим приходом? Что Христос теперь сделал для меня лично? Я хотел бы, чтобы сегодня этот вопрос мы задали каждый, кто находится с нами в Доме молитвы. Что Христос сделал в прошлом, что Христос делает в настоящем и что Христос будет делать в будущем для нас лично каждого. И в основании я хочу прочитать два текста Священного Писания. Первый текст – это Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 только 21 стих. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». И второй текст – это послание к евреям, 13 глава, 8 стих. Послание апостола Павла к евреям, 13 глава, 8 стих. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Братья и сестры, в этот рождественский день или рождественское утро, я хотел бы, чтобы мы снова очень внимательно обратили внимание на того, на того, о котором Писание говорит, Он есть Альфа и Омега. Он есть Тот, Который есть Начало и Конец. Он есть Тот, Который был, есть и снова грядет. Он Тот, Котором сокрыто наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Он был, когда еще ничего не было. Он есть, когда все существует, и Он будет, когда ничего существовать не будет, и будет только Он и Его спасенная церковь. Он Бог, Которому мы можем доверить сегодня, Который доведет нас, братья и сестры, проведет по этой жизни, ведет вечность и будет с нами всю вечность. Братья и сестры, Он Господь истории, Господь прошлого. Мы сегодня вспоминаем о том, что Он сделал для нас, когда воплотился, когда Он принял образ раба, когда Он пострадал и умер за всех людей, за все грехи. Братья и сестры, Он был до того, когда еще что-то было в этом мире. Он был до того, когда прежде, чем Господь сказал, да будет свет. Он был, Он был до того, когда Авраам вышел из ура Халдейского. Он был до того, когда мы еще не родились. Он был прежде сотворения человека. Братья и сестры, Господь Иисус Христос является настоящим. Он Господь настоящего. Мы не только вспоминаем о том, что Он сделал для нас, когда мы говорим, что Он творит и сегодня, братья и сестры. Христос, Он не отошел от людей. Он не устранился от истории. Он продолжает совершать историю не только в прошлом, но и сегодня, в настоящем. Все, что происходит, братья и сестры, в этом мире, Господь в контроле. Не потерял контроль. И мы должны в это верить, братья и сестры. Он вникает и участвует в судьбе сегодня 7,5 миллиардов людей. И для Него в этот день небезразлично, что происходит в судьбе каждого из нас. Писание говорит, что Бог помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. И Он думает, как привести к свету, как привести к спасению, как привести к истине. Он участвует в жизни церкви, братья и сестры. Христос сегодня участвует в жизни церкви. Если бы это не так, то церковь бы давно превратилась бы в музей. Где бы мы сегодня приходили и вспоминали то, что было в прошлом. Где было бы забальзамированное вот это прошлое. И мы бы поклонялись этим событиям в прошлом. Но это не так. Он сегодня в церкви, посреди церкви, заботится, любит и готовит ее к вечности. Знаете, братья и сестры, к большому сожалению, есть группа людей, которые посещают церковь два раза в году. Как говорится, на большие праздники. Когда мы, помню, еще жили в Украине, так людей спрашивают, вы посещаете церковь? Да, конечно. На Рождество и на Пасху. И вы знаете, когда люди приходят на Рождество, то вместе с волхвами, они спрашивают, где родившийся царь иудейский. Мы хотим пойти поклониться Ему. Затем они приходят на второй праздник, на праздник Пасхи. И не слышат, Его нет здесь. Он воскрес. И вы знаете, для таких людей они не могут найти Христа. Друзья мои, я хочу сегодня сказать, что Христос здесь. Сегодня Он рядом. Сегодня Он слышит биение вашего и моего сердца. Ему небезразлично, что происходит в нашей жизни. Итак, что же Христос сделал для нас, для тебя и для меня в прошлом? Давайте зададим этот вопрос. Я хочу остановиться, братья и сестры, ввиду того, что у нас нет времени для того, чтобы рассуждать на этих великих событиях, то, что Господь сделал для нас. Пусть это может быть домашним заданием. Мы можем дома сегодня рассуждать, когда мы встретимся, может быть, в кругу семьи, родственников. Но я хочу остановиться, может быть, на самом главном вопросе, на самой главной истине, что сделал Христос для нас в прошлом. Это вопрос нашего спасения, ибо с этим связаны все остальные вопросы. Спасение в прошлом? Вы скажете, «Это касается меня?» Да, Христос сделал в прошлом. Он обеспечил наше спасение. Каким образом? Давайте себе представим такую картину. Сегодня есть ситуации, когда люди вынуждены объявлять банкротство. Они не смогли совладать своей ситуацией с финансовыми вопросами, и они объявляют банкротство. Они ищут выход из ситуации, ищут выход того, кто мог бы их помочь им сегодня. И вот находится человек, который говорит, «Я позаботился об этом в прошлом, об этой ситуации. Я позаботился еще задолго до того, когда случилась в твоей жизни эта ситуация, и ты не можешь платить по счетам, братья и сестры». И сегодня люди говорят, «Каким образом я могу спастись?» И Писание говорит, «Я хотел, чтобы мы обратились вновь сегодня к посланию к римлянам. Мы в воскресенье открывали эту уже книгу, эту же главу, пятую главу к римлянам. Обратите внимание, там есть следующие слова, пятая глава римлянам, шестой и седьмой стих и восьмой. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетелем, может быть, кто-то и решится умереть?» И восьмой стих, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас». Когда, братья и сестры, когда мы были еще грешниками? Обратите внимание, Спержин назвал это один из величайших, из величайших стихов в Библии, доказательства Божьей любви. В прошлом, братья и сестры, когда нас еще не было на той земле. Вы скажете, а как далеко это в прошлом? Апостол Петр говорит в первом послании, первая глава, двадцатый стих, первого послания, о Господе, который был предназначен еще прежде создания мира. Он был заклан, то есть приготовлен, когда еще ничего не существовало. там на небесах была личность, которая согласилась умереть за каждого из нас. Поэтому апостол Павел настолько убежденно провозглашает Бог, доказывает. У Бога сегодня, он говорит, покажите доказательства. Он указывает на крест, говорит, это мое доказательство любви. Я позаботился, когда Христос умер, когда мы были еще грешниками. апостол Павел в послании к Коринфянам, прекрасный текст Писания, второе послание к Коринфянам, пятая глава, девятнадцатый стих, говорит, следующие слова. Обратите внимание, он говорит о прошлом, что Христос сделал для меня в прошлом, для моего спасения. Смотрите, девятнадцатый стих, пятой главы, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир. Далее, не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирения. Дорогая церковь, дорогой слушатель, вот почему сегодня мы провозглашаем эту драгоценную весть. Бог во Христе в прошлом примирил с Собою мир. Он закончил вот это удивительное искупление, спасение рода человеческого в прошлом. И что сегодня происходит? Рождается человек на этой земле, и Бог заботится о его сердце, его душе. Он создает обстоятельства. Кто-то дал ему брошюру, кто-то пригласил его в церковь, как сегодня. Где-то он услышал по радио, где-то кто-то лично с ним в самолете, может быть, на работе, засвидетельствовал, знай, что произошло в прошлом. Произошло примирение Бога с человеком. Что сегодня мы имеем? У нас есть слово примирения. И дальше Павел говорит, поэтому от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Братья и сестры, вот что сделал для нас Христос в прошлом. В прошлом Он спасает нас от наказания, за грех. Что же делает Господь сегодня, в настоящее время, для каждого из нас? Что это значит? Братья и сестры, мы хорошо понимаем, что нам не только необходимо прощение наших грехов, но мы еще на пути к вечности. Мы еще боремся. против нас предстоит мир, искушение, испытание, грех. Мы согрешаем, мы спотыкаемся, мы нуждаемся в том, кто возьмет нас за руки и будет вести по этой жизни. Друзья, задумайтесь, каждый день мы сталкиваемся со многими вопросами, ответы, на которых мы многие не знаем. Сколько людей сегодня находятся в госпитале в ожидании своего диагноза? Сколько людей сегодня находятся на одре болезни или на одре смерти? Сколько людей сегодня мучатся над вопросами, для чего я пришел на эту землю? Какой смысл моего существования? Чем закончится жизнь этой земли, на этой земле? Есть ли жизнь после смерти? Сегодня многие люди задаются и не могут найти ответ на вопрос о смысле своего бытия. Итак, нам нужен тот, который был, но тот, который есть и который сегодня с нами. Тот, который сказал, я есть путь истина и жизнь. Братья и сестры, когда мы смотрим на послание к римлянам, это удивительное послание Евангелия всему человечеству. Мы смотрим в 8 главу 33 стиха. Апостол Павел обращается и задает вопрос, кто будет обвинять избранных Божиих? Вопрос. Бог оправдывает их. Что сделал Христос для тебя и для меня сегодня? Бог оправдывает меня. Братья и сестры, когда я спотыкаюсь, когда я допускаю согрешения, и когда я осознаю в этом, я прихожу к моему Господу, и как апостол Иоанн говорит, дети мои, сколько любви он вложил в это слово, дети мои, пишу вам, что вы не согрешали, но если кто согрешит, то мы имеем ходатая. Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякого греха, от всякой неправды. Братья и сестры, Христос в спасении сегодня продолжает спасать от власти греха, от господства греха над нами. Кто осуждает? Апостол Павел говорит, «Христос умер и воскрес, Он и одесну и Бога, Он и ходатайствует за нас сегодня, дорогая церковь, дорогой друг. Что сделал Христос сегодня? Он ходатайствует за нас». И дальше давайте посмотрим стихи, доказательства того, что делает Христос именно сегодня для меня и для вас. «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя умершвляет нас всякий день, считая нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». И апостол Павел говорит, подводит итог этой песни, этой благодати Божьей, этой заботе Его. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни настоящие, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». И у меня сегодня вопрос, братья и сестры, довольны ли для нас? Достаточно ли того, что мы только прочитали несколько стихов, что делает Христос сегодня для каждого из нас? В прошлом была заплачена цена. Сегодня Он продолжает спасать. И так возникает вопрос, а что же делает Господь в будущем? Я бы хотел обратиться снова в послание к римлянам в пятую главу, вернуться, и обратить внимание на два очень интересных стиха. Смотрите. 9 стих. «Посему тем более, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева». 10 стих. «Ибо если мы, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». В двух стихах, братья и сестры, стоит очень важное слово «тем более». Когда мы его используем, это слово, когда мы говорим «тем более», когда мы хотим убедить, когда мы хотим показать преимущество, превосходство, мы говорим «это хорошая книга, но вот это еще». Это хорошее место, где мы были, где посещали, но тем более вот там. И вот он говорит, братья и сестры, апостол Павел говорит, «если мы, будучи врагами, будучи оправданной кровью Его, мы спасемся им от будущего гнева». Я хочу сегодня напомнить нам о том, что благодать, которую Господь сегодня дает в изобилии она не всегда будет. Писание ясно учит о том, что Бог, обладая абсолютной святостью и справедливостью, будет наказывать этот мир и эту землю. И Его гнев Он проявит на тех людей, которые отвергли Его благодать. И апостол Павел с уверенностью говорит о том, что мы спасемся, потому что мы приняли Его как спасителя своей жизни. Мы уверовали в Него. Мы спасемся Его жизнью, Его, которая в нас, и о которой мы рассуждали в воскресенье. Братья и сестры, в книге Откровения, в седьмой главе, есть прекрасная иллюстрация. Там написано, там есть картина такая, когда стоят тысячи и миллионы тьмы тем спасенных людей. И они поют замечательную песть. Спасение они восклицают. Богу нашему, сидящему на престолу, Иоаннца одно слово. Спасение. 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 Дорогая церковь, мы имеем спасение в настоящем, приняв Господа в нашу жизнь. Мы имеем надежду на спасение в будущем, за то, что гнев Божий пройдет мимо нас, потому что мы оправданы Его драгоценную кровью. И у нас есть сегодня выбор. И у нас сегодня есть вопрос о том, что сделал Христос для каждого из нас, стало достоянием моей личной жизни. То, что было сделано в прошлом, то, что делает Христос сегодня, в настоящем, и то, что Он делает в будущем, стало моей достоянием. Принял ли я этот дар или нет? Вы знаете, одна девочка, слушая в собрании проповедь о Благой Вести, когда проповедник приглашал людей, и он просил их, чтобы они пришли к Господу. Она, интересно, молилась такими словами. Боженька, помоги этим людям, которые заблудились, найти дорогу домой, чтобы они никогда не терялись больше. Какая прекрасная детская молитва. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, братья и сестры, тоже могли помолиться этой молитвой. У меня есть сегодня вопрос. А вы нашли дорогу домой? Дорогие слушатели, нашли ли мы дорогу домой? Не наш временный дом, не наш улицу, не наш дом. Дом Небесного Отца. Там, где нас приняли, там, где нас простили, там, где нас заботятся, там, где нас проведут. И мы будем с Господом всю вечность. Итак, коротко подведем и будем молиться. Что Христос сделал для нас, придя на эту землю? Христос спас нас, совершил в прошлом от наказания за грех. Христос спасает настоящим от пребывания в грехе. И Христос спасает в будущем от присутствия греха на небесах. Когда мы придем в вечность, братья и сестры, слез, горя, намека, греха не будет. Почему? Потому что был день и было время, когда великий Бог оставил славу небес, родился в убогих яслях, стал совершенным человеком и совершил спасение для тебя и для меня. Я хотел бы сегодня обратиться тем, кто находится с нами в Доме молитвы. Спасены ли вы? Один только вопрос. Спасены ли вы? История повествует об одном священнике Шотландии. Помните событие, которое произошло много-много веков назад, когда в холодных водах Атлантики тонул величайшее сооружение мысли инженерии, конструкторов того времени Великий Титаник. И когда сотни людей были уже в холодных водах, там находился один священник, который практически уже умирая, он подплывал каждому человеку, который еще был в силах и спрашивал, спасены ли вы? Спасены ли вы? Он молился с этими людьми, он к другому человеку подплывал и звучал только один единственный вопрос. Спасены ли вы? Знаете ли вы Господа? И спустя много времени, много лет на одной из конференций встал один человек и свидетельствовал о том, что я являюсь частью вот этой проповеди, необычной проповеди в холодной воде Атлантики, когда этот пастор, этот священник задал мне вопрос. Я обрелся не только спасение вечное, но и спасение жизни. Поэтому, дорогой друг, кто находится с нами, если в течение этого служения Дух Святой будет касаться твоего сердца, приди сегодня к Господу, склонись у ног Иисуса Христа, отдай Ему сердце свое и поблагодари за Его спасение. Аминь. Давайте помолимся, поблагодарим Господа. Иисуса Христа Гº Горрак Дух Горрак Дух Иисуса Христа